МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом выпуске на Легке смотрим фильм о загадочном дизайнере Маржела и осваиваем взрослые профессии на детском фестивале «Букиц». Не переключайтесь! Десятый юбилейный фестиваль «Букиц» подошел к концу для нас с тобой. Одного бойца мы потеряли где-то, да? Да. Давай мы откроем тайну, мы просто оставили его. Какая-то профессия ему понравилась больше всего, а вы будете угадывать, какая. Мы оставили его там работать. Да, оставили. Хорошо, а тебе что больше всего понравилось? Программист. Программист? Да. Короче, если я буду спрашивать, с кем будешь, когда вырастешь, ты будешь что-то отвечать? Программистом. Программистом. Что получил в подарок? Карандашик. Ну, не в подарок, а что? На честно заработанные… На честно заработанные деньги я купила карандаши себе. А как это было, смотрите прямо сейчас Юля, добрый день Здравствуйте Так, где мы находимся? В центре занятости Для чего он? Мы выдаем трудовые книжки И объясняем систему Окей, у меня есть два кандидата Не знаю, в какую профессию В какую выберут Сева, Ваня, можете им объяснить И выдать трудовые книжки? Да, конечно Все, поехали Ребята Сева Так, ну что, вам выдали трудовые книжки? Да Профессии изучили? Да Ну что, кем пойдем пробовать в первую очередь? Футболист Футболистом Ваня? Я тоже Хорошо, давайте посмотрим, какие вообще профессии есть Так, тут есть юный бизнесмен Устраивает нас? Да Да Вот есть артист цирка Сева, как тебе? Нет, не очень Да, не катит Хорошо Скалолаз Да Сева чисто по экстриму Хорошо, а что вам рассказали? Что вам нужно пройти больше всего профессии И что тогда? Что мы получим какие-то баллы, деньги И за них мы можем купить призы То есть все как взрослая жизнь Да Работаешь, получаешь деньги, покупаешь призы Да Да Все, ну что, погнали? Да Все, поехали Давай вместе, как тебя зовут? Даша Даша, меня зовут Аня Будешь брать у меня кровь? Да Ну, сама боишься, когда у тебя кровь в поликлинике берут? Ну, немножко Когда я была маленькая, очень боялась А сейчас? Сейчас нет Не боишься Но мне кажется, по ту сторону оказаться, да? Это вообще, перестанешь бояться полный Да? Да Ну что, будете нас учить? Да, конечно Что нужно делать? Сначала надеваем перчатки Даша, расскажи, пожалуйста, что уже пробовала, кроме вот сейчас медицинского работника? Пробовала еще что-нибудь? Я пробовала бинтовать там ногу Забинтовала? Спасли? Да Короче, хочешь стать врачом, как я поняла? Нет, я хочу стать фотографом или певицей Или певицей, фотограф или певицей, тоже хорошая профессия Ну, давай начнем сначала с забора крови А какая разница между забором крови из вены и из пальца? Ну, с вены более точный анализ показывает Ага, вот, видишь, уже каверзный вопрос мы задали, с вены более точный Ну, мы и так, и так Это стандарт с вены брать Давай обрабатываем пальчик Так, обрабатываем Так Так, теперь берем иголочку Давай, собираем кровь Чик Зажимай Так Теперь нам нужно кровь куда? В пробирочку, да? Даша, так ты волшебница, вообще не больно Может, все-таки не певица, а доктора? Ну, певица у меня будет... Ну, я буду певицей, но хобби у меня фотограф Фотограф, все понятно Певица-фотограф, это хорошо И что, нам нужно снова пальчик же обработать, да? Оп Так, хорошо И отдать, и отдать на... чтобы ваточка была, нет? Вот так вот Оп, и я буду вот так держать Так, а из вены будем брать? Давай из вены тоже попробуем Давай, из вены вообще интересно Даша, ну что интереснее, сдавать кровь или брать? Сдавать Давай, все понятно Видишь, забрала у тебя интересное занятие Так? Так Ну все, клей А жкут мы снимаем при этом или оставляем? Снимаем, да, уже зачем, не будем добро Оп, все Все, давай пять Спасибо Ну рассказывай, Есения, что продаешь? Пряники и безе Безе, это вот такой поставленный у тебя голос Безе и пряники, хорошо А пряники, это красиво, это прям такие пасхальные почти Кто это, курочка? Это цыплят? Цыплят Хорошо, сама делала? Только честно? Да Давай быстрый рецепт Сахар Корица Все правильно, все, верю, верю на слово Хорошо, давай, я хочу пряник Два рубля тебе даю Оп Какой? Какой самый вкусный? Вот этот Вот этот, ты уверена? Ну все, самый вкусный мой Хорошо, так, Полина, привет Ну привет Здравствуйте Здравствуйте, что продаешь? Рассказывай Я продаю сырные палочки, браслетики и кексики Вообще мне нельзя такой выбор предоставлять Сырные палочки, браслетики и кексики Это же сразу все хочется Хорошо, по чем браслетики? Вот эти все по... По сколько? По рублю По рублю А вот эти вот по два рубля По два рубля, да? Ну хорошо, какой ты мне порекомендуешь? Какой мне налезет вообще на руку? Может мне никакой не налезет? Или они растягивают? Они растягиваются Ну вот этот, наверное, мне вот этот налезет Как ты думаешь? Или вот, мне нравится вот этот, самый красивый, да? Можно померить? Вот эти вот, они большие Вот эти большие, да? Ну давай я померю сейчас Не могу все-таки отказаться от еды Вот эти сырные палочки сколько? Маме палочки не больше Так, ну все, урок математики Рубль пятьдесят плюс рубль пятьдесят Три рубля Давай пять Оп Давай, я тебе... Еще один На второй урок математики я тебе даю пять А ты мне сколько даешь сдачи? Дальше Давай, молодец Оп, давай сырные палочки мне теперь Пойду угощать своих детей Все, Полина Спасибо, девчонки Пока Таня, добрый день Привет Поздравляю Сколько, сколько не было на открытом воздухе фестиваля? Два года Ну с девятнадцатого года, да Соскучились? Конечно Очень соскучились Я думаю, что все соскучились Все соскучились? Я уже с трофеями, с браслетиком Мне уже взяли кровь из вены Ого Да, сказали более... Ты ловку еще не сделала? Ну я еще не дошла Не дошла Да, не дошла, но уже из вены взяли кровь Сказали более точный анализ Я спрашивала, делать ли ПЦР Сказали, что здесь зона свободная от коронавируса Да, все правильно Все правильно, да Хорошо, что в этом году такого, чего не было до этого вообще? Ну, мы все вообще площадки Даже если партнер у нас, который был в девятнадцатом году Мы в любом случае сделали все новые площадки абсолютно У нас ничего не повторяется И я очень рада, что к нам пришло много новых участников Которые показывают прям такие удивительные Вот где очереди просто, я не знаю Просто попасть на невозможность Все хотят там побывать Ну я видела счастливые глаза детей Мне кажется, они просто забегают Даже у наших детей глаза разбегаются Они знают, что попробовать Но в принципе, да, схема такая же На входе дети получают трудовые книжки И далее что? Они могут заработать деньги? Они получают, да, денежку там Или печать, трудовую книжку Могут заработать и обменивают в нашем магазине Вот, которые выдают подарки То есть все как в реальной жизни? Конечно Хорошо, по секрету Есть какая-то профессия, которую вы бы сами хотели Не прочь освоить, да? И может быть там, не знаю Становились уже в очередь Я вот такая, ну, с виду, как это Такая хорошая девочка Но мне все равно хочется татуировку себе сделать А то вообще вот я сюда вот туда хочу попасть Мехенти, что-нибудь вот такое В такой формат А я все-таки в поисках своей любимой коровы Я знаю, что у вас было голосование Как ее назвать? Есть уже какие-то первые? Мы, дело в том, что у нас побеждала Букицца Но она очень сложное название для детей Они не выговаривают Поэтому ее все называют Маня, Дусев Короче, все по-разному называют дети Корова есть Последний вопрос Я до нее дойду обязательно, да, там Поборюсь с детьми за право подоить Последний вопрос Как все-таки оставаться таким супер душевным фестивалем? Потому что невозможно Я вот в таком настроении сегодня проснулась Таким угрюмом Но когда я зашла, все Я не могу, у меня улыбка не всходит с лица И такое ощущение Домашней атмосферы Дети все друг с другом дружат Взрослые друг другу помогают Как это вот это все сохранить? Я вообще на самом деле всегда удивляюсь Какие классные посетители к нам приходят Я вот, ну, я не понимаю, почему Ну, вот как мы так добились этого Я берегу их и дорожу этими посетителями Но мне кажется, важно делать мероприятия В первую очередь от души А не преследовать цель какой-то финансовой и так далее Вот когда ты делаешь душевные мероприятия Ты тут и деталями подчеркиваешь И много ручной работы у нас сделано на монтаже Поэтому, мне кажется, это чувствуется Давайте скажем Самое главное, потому что я залазила в комментарии На некоторых сайтах Самое главное, что вход для детей на этот фестиваль бесплатный Да, это важно Важно, зато они могут заработать деньги Ничего не заплатив, но попробовать себя взрослыми людьми Хотя, мне кажется, пусть подольше остаются детьми Пусть подольше будут детьми Поэтому мы хотим, чтобы это все было в игровой форме И чтобы им предоставляло это удовольствие Догадайтесь трех раз, почему здесь нет ни одного ребенка Дело в том, что уже кто-то усердно подоил корову У нее больше нет вымени Но я не могу изменить себе И не сфоткаться с ней Хотя бы просто рядом постоять Львовый день Мased я не знаю Я не знаю Вам понравилось Спасибо за это Только сейчас innacious В忌 no Во январе Сахар 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения. В Лондоне появился первый в мире парящий бассейн с прозрачным дном. Он называется «Скайпул». Выглядит это так. Длина бассейна 25 метров, глубиной в 3 метра. Посещать его могут резиденты жилого комплекса и их гости. Так постройку прокомментировал представитель инженерной компании. Отплыв немного от бортика, можно смотреть вниз. Это похоже на полет. Для наполнения бассейна необходимо 375 тонн воды. Перед открытием конструкция прошла все испытания на прочность, так что посетителям опасность не грозит. Российские археологи случайно обнаружили, что пещерные люди, которые жили на территории современной Карелии, устраивали себе дискотеку под звуки погремушек из лосиных зубов. Доказать это удалось при помощи эксперимента. Ученые воссоздали погремушки и организовали такой пещерный рейв. После проведения эксперимента команда ученых сравнила следы износа на погремушках с инструментами, которые удалось извлечь из старых захоронений, и они оказались идентичными. Режиссер Дэвид Линч около года ведет прогнозы погоды на Ютубе, и все это время он не стригся. Так выглядит его предпоследний ролик. Следующее видео режиссер записал после стрижки, чем поразил фанатов. Так это было. Так ситуацию прокомментировали фанаты Линча. Дэвид Линч постригся, я в растерянности. Это все равно, что увидеть вина Дизеля с волосами. Режиссер Дэвид Линч самых влиятельных и революционных модельеров своего времени. Мартина Маржела. Дизайнер, никогда не показывающий своего лица, прошел путь от ассистента Жан-Поля Гатие до креативного директора дома Эрме. Бэнкси от моды впервые делится своими рисунками, рассказывает собственную историю, но так и не раскрывает свою личность. Не переключайтесь и вдохновляйтесь модой вместе с нами. Маша, расскажи, почему ты отслеживала и ловила этот фильм целых сколько? Почти полгода, да? Полгода, да. Из-за ковида он постоянно переносился, и они его заявляли в прокат, но он не выходил. Поэтому мы смещали всю сетку, и я очень его ждала, и ждала, когда он выйдет, потому что фильм поистине уникальный. Это документальный фильм про самого закрытого дизайнера, фэшн-дизайнера. Никто не знает, как он выглядит, и в фильме его тоже не покажут. Это небольшой спойлер. Не покажут? Нет, будут только руки его, ноги, колени, его воспоминания о его детстве, его какой-то рассказ про то, что для него творчество, как он его определяет для себя. И он сам говорит своими словами о своем творчестве, о своей видении того, как должно быть, и как он пришел к этому. Договориться с ним о таких съемках, очень личных, очень документальная камера, она следит всегда за героем и живет вместе с ним. И для него, я думаю, что это было поистине очень важным решением. Они согласовывали, там были цепочки из четырех разных людей, которые уговаривали Мартана дать это интервью, рассказать. И с последнего e-mail, который ушел к нему, он только через четыре месяца написал режиссеру о том, что он готов с ним встретиться и хотя бы познакомиться. Мне не нравится идея быть знаменитостью. Анонимность очень важна для меня. Мне кажется, Маржела – это последняя революция, которая произошла в моде. Он намного опередил время. Его шоу, формат, идеи, стоящие за этим. Просто взрыв мозга. Я не видела ничего подобного. Я ожидал, что это будет здорово, но не ожидал, что это будет настолько здорово. Когда я впервые примерил вуаль на модель, все внимание сместилось на наряд и походку. И мне это понравилось. Украшения, сделанные изо льда. И они меняли цвет наряда. Все стали говорить только о Мартане Маржела. В одном из интервью режиссер фильма Райнер Хольцемер рассказывает, что формат работы над фильмом был такой. Первые несколько дней он просто молча ходил за Маржела с включенной камерой, и в какой-то момент Мартан начал говорить сам. В итоге фильм звучит как исповедь. Режиссер здесь играет второстепенную роль, а скорее даже предоставляет платформу сделать то, что Мартан Маржела не делал никогда. Честно рассказать о себе и своей жизни. Над проектом работали долго, и сам Маржела действительно принимал участие в его создании. Байопик – это очень сложный формат. Фильм легко сделать скучным, а здесь еще был дополнительный челлендж, потому что Маржела не хотел появляться на экране. Съемочной команде удалось сделать кадры, где видно дизайнера, но на монтаже он попросил все убрать, да и в общей сложности правил финальную версию фильма три раза. Это большая сложная история, портрет героя, который хочет отсутствовать. Тот факт, что режиссер получил доступ к детским архивам и всем папкам – это удача. Плюс его заслуга в том, что все снято тактильно и чувствительно. В кадре всегда много рук – самого Мартана, руки, которые распаковывают вещи и прикасаются к ним. Модель рассказывает, что у Маржела были совершенно необыкновенные руки, когда он ее одевал. Этот прием с руками передает то, что делал Маржела. Его вещи нужно было не просто увидеть, их надо было почувствовать. «Все, что мы снимали, – говорит режиссер, – в каком-то смысле было импровизацией. Как Мартан работал с объектами, распаковывал их, надевал на манекены». В записи разговоров тоже было много неожиданных моментов, потому что все эти истории нигде не прописаны, потому что это и есть самая правдивая история Мартана Маржела, рассказанная им своими словами. Когда я читала рецензии, я все думала, почему его называют Бэнкси? Потому что никто не знает, как минимум режиссер знает, как он выглядит. Да, профессионалы в индустрии, они, безусловно, знают, кто он и как он выглядит, но для него вот эта прайвеси – это очень важно, и я не готов ее и был делиться, и это было одним из базисов для его одежды и для его творчества, что люди должны ассоциировать одежду с его именем, но не с его лицом. Он родился в Бельгии, в небольшой городке, но он уже 7 лет знал, что он хочет стать дизайнером, и поэтому тут же пошел учиться в Королевской академии искусств, и для него это было очень важно. Он отучился, он сразу же выиграл конкурс, который под патронажем Готье, и Готье его взял сразу же на практику, и он не знал, он говорит, я знал, что он хорош, но я не знал, насколько он хорош. Вот, из таких интересных вех он был одновременно креативным директором Эрме, и для этого консервативного французского бренда делал достаточно консервативные коллекции, которые никому не были совершенно не похожи с его творчеством. Мы продвигались очень быстро. В мире моды есть множество разных запросов, и я не уверен, что смогу удовлетворить их все. Шагните в мир У нас полувековая традиция, это... это серьезно. Последнего настоящего революционера моды. Для меня анонимность была защитой. Кто заставит его вылезти из своего кокона? Но он так и не вылез. Он не показался. Это просто невероятно мощно. Все наряды Мартана делают все остальное старомодным. Я постоянно раздвигаю границы своих возможностей. Я всегда хотел, чтобы мое имя было связано с созданным мной продуктом, а не с моим лицом. Его коллекции — это полностью деконструкция. Он препарировал вещи на составные части, их перекомпоновывал. Это всегда были нитки, это всегда были какие-то части нарядов, какие-то узнаваемые детали. Целая концепция была, что модели должны быть без лица, чтобы не отвлекать от одежды. И это все вместе было очень красивым зрелищем для профессионалов, которые он взрывал этот подиум своей уникальностью. Последний вопрос. Как ты думаешь, почему в последнее время, по крайней мере, мы встречаемся в последние несколько лет на показах фильмов именно о модельерах, почему эта тема стала настолько интересной, и люди с удовольствием на нее ходят не только из индустрии? Я думаю, что прежде всего, это красивая картинка, которую нам профессионалы, документалисты, они нам дают вот это глубокое погружение в творческий процесс. Всем интересно, что происходит на бэкстейджах, что было отправной точкой для творчества, что послужило, вдохновило, что стоит за теми вещами, которые иногда ты не можешь понять с первого взгляда. И для этого нужен рассказ художника о том, что же он все-таки хотел сказать этим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова